Ребята, привет! Если это видео смотрите, значит Дед Толя вот эту коробочку уже получил и сказал свое веское ядь по этому поводу. Отправили мы ее с Романом, нашим подписчиком из Хабаровска. От имени всех подписчиков канала пожелали Дед Толи здоровья, крепкого, конечно, таежных новых походов и побольше, чтобы было с ним видео просили. Эту модель почему мы выбрали? Я когда показывал, как упаковывали, я не сказал, она не китайская, она корейская. Это раз, а во-вторых, она пригодна для упаковки влажных продуктов. Снизу у него стоит специальная емкость, которая собирает влагу, которая попадает, то есть рыбу можно упаковывать. Но самое интересное, что скажет Дед Толя, потому что технику он любит всякую, особенно ту, которая может ему пригодиться в повседневной жизни. Значит сегодня или завтра я ее отправляю, помог и ждем его слова. Сейчас повезем в аэропорт, запакуем мешочек, там пройдет коробочка досмотра и дай бог полетит вертолетик на Дед Толи. Может сегодня и получит он ее. Ну а если не получится, то придется почту его отправлять. Здорово. Получил посылку? Ага. Вот сейчас сижу, читаю инструкцию. Ага. Ну разве мы разберемся мы тут сами? Да я думаю, разберетесь и ты что мне будешь звонить? Главное, краснее надо, чтобы они не выветривались в отчет. Да, они не будут выветриваться. Ну в пять раз дольше они будут храниться, чем без упаковки без такой. И оставь их обратно в упаковке в морозилку. Да конечно, конечно, но. А так, как я не говорил, не усталяется все это. А так не будет испаряться. Конечно, досунешь опять в морозилку или в холодильник, ну куда хочешь уже. Вот я и сало так пробовал, и мясо так пробовал. Вот и знаю даже что пробовал? В общем, я дома картошку почистил, пакетик сложил, вакуум сделал и поехал на рыбалку. На рыбалке собрался готовить, пакетик разрезаю, а у меня там картошка уже чищенная, только порезать. Здорово. Ну вот так что, так что пробуй, созвонимся, потом расскажешь. Ага, ну давай, давай, пока. Запалял с первого, с первого раза. Нифига ты молодец, я со второго только. Ну что, получилось? Получилось? Ну все, я полностью разобрался. Ну да, я так, я даже не сомневался. Ну классно запалял. Классно? Вот. Попробуй еще это, мясо паковать попробуй. Попробуй еще. Вот эти делают, буржуи делают стейки, когда мякоть берут, да? Ну. Оно у них должно полежать, чтобы ферментация прошла. Вот они его специально в вакуум запаковывают, оно лежит, оно становится мягче и вкуснее. Хоть тебе такой рецепт, что можно еще попробовать. Ну все, мясо такое, свежее. Нет. Ну это свежее, конечно, надо. Свежее, ну. Ну вот, ну разобрался хорошо, я вообще обрадовался. Я все переживал, понравится тебе или не понравится. Не-не, нормально. Нормально. Будем все паковать. Ну так можно. Ха-ха-ха. Ну да. Дай мне розинку. У меня три камеры, можно стаскать туда, что хочешь. Ха-ха-ха. Ну да. Это да. Давай, тебе от подписчиков огромный привет, тут они соскучились все по тебе, ждут, скучают. Вот, когда что-нибудь расскажешь и покажешь. Расскажем. Рыбакам, рыбалки, охотникам, удачной охоты. Рыбакам. Рыбакам, рыбалки. Иснация болит на столею пQUE니다. Рыб發.